Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Даниила и обратимся сейчас к шестой главе. В шестой главе очередная история про Даниила при очередном царском дворе. Потому что в конце пятой главы Валтасар, вздумавший пить из сосудов Иерусалимского храма после пламенеющей надписи на стене Менатекилфарес, Валтасар гибнет и на месте его царства появляется Мидоперсидское царство и царем становится Даниил Мидианин. Вот теперь при дворе Дария происходит очередная притча. Причем Даниил здесь уже, можно сказать, сделал карьеру. Был одним из трех князей, которые поставлены над 120 сатрапами. Ну, пожалуй, чтобы было понятно современному читателю, сатрапов можно сравнить с губернаторами, а этих самых трех князей, как постоянные представители царя-царей, в округах на три части этой персидской державы. Ну, потому что такая была система управления, они персы ставили такого полусаностоятельного практически сатрапа во главе каждой национальной области, причем часто это были области, заселенные одним народом, с народным храмом в середине. В этом смысле Иерусалим восстановлен, и он не был таким уж прям уникальным. Тем не менее, вот над этими тремя группами областей три князя, один из которых Даниил. И это для того, чтобы сатрапы давали им отчет, чтобы царю не было никакого обременения. Оказывается, слушать отчеты этих сатрапов, это больно утомительно для царя, сатрапов 120 человек. Понимаете? Ну да, вот этот самый Дарий совсем, что ли, бездельник. Ну, всерьез, как вы понимаете, ничего похожего на образ реального царя Дария, конечно, здесь нет. Ну и Даниил превосходил прочих князей, потому что в нем был высокий дух. И поэтому царь думал поставить его над всем царством. Ну, хорошо, да, замечательная такая вот история, прямо почти как Иосиф у фараона. Чтобы самому ничего не работать, а только кушать щербет и прогуливаться в висячих садах, царь вот решил, значит, первого заместителя поставить, чтобы он совсем все разбирался. Ну и, конечно, завистники. Конечно, в этой истории, ну, это же тысяча одноночит, по большому-то счету, понимаете, с точки зрения литературной основы. Тут обязательно должны быть завистники. И хорошо еще, если обойдется без каких-нибудь прекрасных этих самых дам. Вот завистники, которые говорят царю какие-то всякие про Даниила гадости и думают, как бы его извести, отстранить. И говорят себе, нам не найти предлога против Даниила. Ну вот, ну не берет он взяток, понимаешь, ну вот, ну не берет и все. Обидно. Но надо что-то думать. Если мы не найдем его против него в законе Бога его, вот надо что-нибудь такое. И эти люди, задача которых свалить, так сказать, Даниила. Ну и вообще, что такое? Персидский царь, какой-то еврей, делаю карьеру у него при дворе, еще и мудрый, еще и всех умнее. Ну, прям никому не нравится. И что они придумали? Приходят к царю. Продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Царь, во веки живи, все князья согласились, сговорились просить у тебя, чтобы ты постановил. Чтобы в течение месяца никто, никакому Богу не молился, кроме тебя, царь, не обращался ни с какими просьбами. Ну, не то, чтобы прямо имеется в виду, что все должны молиться царю. Но свои просьбы обращать не к каким-нибудь своим богам, а к царю в течение месяца. А если кто-нибудь будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросить того в львины ров. То есть, собственно, наиболее простое объяснение, лежащее на поверхности и наиболее популярное, что речь идет о обожествлении царя. О обожествлении, которое, да, было характерно для древних ближневосточных культур. Да. Оттуда постепенно распространяется, хотя и не без некоторого сопротивления, в другие культуры, там, через эллинистическую. Но все-таки медленно, не очень быстро. И здесь тоже, понимаете, вот эта вот история, да, пусть тебе только все молятся, выглядит, конечно, на редкость глупой. Можно предположить, что речь идет о том, чтобы запретить все, так сказать, богослужения и молитвы, а если кому-то что-то надо, то с просьбами пусть обращаются к царю. Обратите внимание, что вот эта вся религиозная картина оказывается чрезвычайно карикатурно бледной по сравнению с реальной верой, реальной религией Бога Израилева даже. Понимаете, потому что для автора легенды, для того, кто рисует эту картину Дария со всей этой его системой управления, единственное содержание молитвы – это попрошайничество, просьба. Просьба – это необходимо, это важно, это надо делать. Но тут вот, понимаете, в этих стихах, там, скажем, в шестом, седьмом, восьмом и так далее, эти люди, приходящие к царю Дарию, не видят вообще больше ничего за религией как феноменом. Ничего. Ни благодарности, ни хвалы, ни покаяния, ни ничего. Только просьбы, только просьбы. Это не вера, это карикатура на нее. Это, кстати, очень важно понимать, потому что до некоторой степени это взгляд автора книги на окружающую его религиозность, на то, как устроена религия каких-нибудь там эллинов или персов или еще кого-то. Тоже, кстати, знаметное упрощение, не совсем так примитивно и корыстно. Человеческая религиозность не совсем так. Но в определенной степени, да, действительно. И отчасти это и самая карикатура тоже, потому что, как только люди, чтущие единого истинного Бога, выхолощивают содержание своих взаимоотношений с ним, не изводя его до одних только просьб. Ну или каких-нибудь магических средств заполучить желаемое. Ну вот, на самом деле, в этот момент вера и умирает. Не это, впрочем, тема шестой главы, а то, что советники говорят, Дарья, давай вот прям все запретим, все, то пусть тебе молятся. Либо идут к тебе, соответственно, с подношениями, тоже хорошо, подношения никогда не будут лишними, и, значит, либо там где-нибудь, стоя с разноцветными флажками на площади, тоже вот, как это, улыбаемся и машем. Смотрю, все довольны. Обратите внимание, что глупость, конечно, несусветная просить царя, а не спасла ни дождя. Но ведь и идола просить, а не спасла ни дождя, такая же глупость. А к настоящему Богу обращаясь, хочешь, не хочешь, будешь добавлять, но да будет воля твоя. И, ну, тем не менее, вот по сюжету царь подписал этот указ, это повеление. А Даниил, узнав, что вот так подписан, ну, пошел домой. А у него были окна открыты против Иерусалима. Значит, ну, в случае Даниила, это где-то примерно на юго-запад. В сторону Иерусалима. Вот такая, уже тогда засвидетельствован такой обычай молитвы, когда люди обращаются в молитве в сторону определенной святыни. Это может быть Иерусалимский храм или место, где он стоял. Это может быть Мекка. Это может быть восход солнца, который является иконой воскресения Христова. Значит, вот есть такой обычай Даниила. И трижды в день он молится своему Богу, слабословит его, как он это делал и прежде того. Слабословит его, хвалит Бога. Ну, и вот эти самые вельможи, которые решили Даниила извести, подсмотрели и, конечно, тут же настучали. Приходят к царю и говорят, царь, мы, значит, вот ты выпустил постановление, никому не молиться, 30 дней кроме тебя, а мы видели Даниил из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ. Три раза в день молится своими молитвами. Не обращает внимания ни на указ, ни на тебя. Что, в общем, конечно, да, они называли тебя желтым земляным червяком, совершенно должно вызвать вот эмоциональную реакцию царя. Между прочим, заметьте, что Дарита оказывается чуть умнее своих царедворцев. Да, и поэтому он пытается как-то вывернуться из этой ситуации. Он опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, избавить его каким-то образом, потому что, ну, в глупое положение попал, да, и с этим своим нелепым указом. Но нелепость на этом не заканчивается, потому что царь до захождения солнца усиленно старался избавить его, но царедворцы говорят ему, царь по закону Медзиан и Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Трудно сказать, насколько вообще в реальности это было так, потому что это так вообще жить невозможно, никакое общество не выживет. Но, тем не менее, модельно, по крайней мере, теоретически, да, действительно бывали такие культуры, что если царь велел, то уже отменить нельзя. Чего нельзя? Почему нельзя? Непонятно. Вот здесь, вот там, Дарий и всякие такие персидские и медийские цари, они такие прямо безошибочные, непогрешимо безошибочные, что если они что-то постановили, то отменить нельзя. И, в общем, в рассказе в этом Медраше это выглядит, как еще одна совершенно идиотская черта человеческой власти. Обратите внимание, не только царской, не только светской, иной раз и религиозной тоже. Глупая черта, которая точно так же проявляет гордыню, как и невозможность или запрет молиться кому бы то ни было, кроме царя. Ну, конечно, может, потому что царь тоже человек, и уж, а про то, какие прохиндии царедворцы, которые, значит, навязали этот указ царю, тут, как бы, и говорить не приходится. Вот такое вот. Нет обратной дороги, нельзя отменить. Ну, и нравится это царю или нет, он ничего в данном случае с этим сделать не может. Ну, по крайней мере, рассказ Даниила, я имею в виду автора книги, в данном случае совершенно не об этом. Ничего такого не предполагает. И вот поэтому царь повелел, привели Даниила и бросили в ров львины, львиный, в ров со львами голодными. И царь говорит Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, спасет тебя. Ну, да. Пусть сойдет с креста, и мы уверуем ему. Ну, примерно так. Хотя в данном случае царь Дарий, ну, может быть, чуть более доброжелательный по отношению к Даниилу. И очень царю это все не нравится. Ну, то есть, обратите внимание, что на самом деле автор книги при этом изображает для нас царя Дария, ну, в общем, как нормального дядьку, который, конечно, поддается давлению, но не теряет адекватности. Понимая и про неотменимые постановления, и про не молиться никому и так далее, поэтому, когда вот вынудили его, он же здесь совершенно выглядит не самостоятельным персонажем, только он пытается опираться не на Бога, а на придворные клики, вот это вот все, какая-то социальная социальность. Ну, и вот вынудили его Даниила бросить львам, и царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищу, и сон бежал от него. Лег спать без ужина. Там, небось, 80% его подданных всю жизнь ложили спать без ужина. Да. Ну, тем не менее, для автора это прямо такое вообще мучительное испытание, лечь спать без ужина. Деталь, конечно, такая очень эмоционально окрашенная, и тоже отчасти вызывающая улыбку. Но важно, что царь, вот прямо он нервничает, нервничает. Нам показывает автор человека, который сделал какую-то вещь, но он сам с ней не согласен. Ему не нравится то, что он сделал. Ну, вот как действительно при старом режиме говорили, у меня есть свое мнение, но я с ним не согласен. Вот так. И поутру царь на рассвете идет ко рву, и жалобным голосом кричит, зовет Даниила, и говорит, Даниил, раб Бога живого. Это тоже важный способ показать, что царь – человек, и как всякий человек, он обладает совестью, которая перед Богом, а не перед должностными привилегиями царя ответственно. Ну, и вот он зовет Даниила. Даниил говорит, царь, во веки живи, Бог послал мне ангела своего, заградил пасть львам. И Даниил вышел в этом рве, рву с голодными львами. И львы не повредили мне, потому что я оказался перед Богом чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Ну, конечно, нет. Не сделал Даниил преступления перед царем. Если исходить из того, что требование царя не молиться никому, кроме царя, было бредом, тогда Даниил не сделал перед царем никакого преступления, что, в конце концов, Дарья признает. Обратите внимание, здесь, в этой главе, помимо прочего, возникает одна драматически важная идея на, можно сказать, практически все последующие времена. Дело в том, что любое земное царство, какую бы там политическую, социальную и прочую форму оно не имело, неважно, практически любое земное царство претендует на власть в религиозной сфере. Иудеям пришлось сильно и больно столкнуться с этим в плену, потом после плена, потом после македонского завоевания, после римского завоевания и так далее. Далее везде, я бы сказал, понимаете. иногда с небольшими тактическими отступлениями, но любое государство претендует на власть над душами, на то, что оно определяет, кому молиться и как, когда и о чем, во что верить его и во что не верить. В этом смысле, понимаете, религия государственное, государственное дело, как в Риме, как в Византии, как еще в каких-нибудь странах, так у этого царя Дария, никому не приходит в голову спросить вельмож, который приносил царю проект этого указа, что, ребят, вы вообще в своем уме люди молятся сами, кому считают нужным. Нет. Все уверены, это можно сказать, общечеловеческое заблуждение, общечеловеческое заблуждение, что общество в лице государства или через государство, цари, правители, прочее, прочее, имеют право навязывать свое мнение в религиозной сфере, кому людям верить и кому молиться. Сначала Макареи, иудейские мученики, ну и вообще иудейское сопротивление в эпоху после Александра Македонского, а потом, конечно, христианские мученики выдвигают альтернативную позицию представление о свободе совести. Люди имеют право исповедовать ту религию, которую хотят, какую считают нужным. И никто, в том числе, государство, каким бы оно ни было величественным или горделивым, не имеет права навязывать этого людям. Не имеет права царь Дарий издавать указ, кому люди могут молиться, а кому не могут. Это не его дело. Это не вопрос государства. Так думают современные миры. Ну и я думаю, что это правда. Но во времена, когда Даниил пишет эту книгу, рассказывает этот Медраж, это шокирующая новость. Шокирующая новость. Как это может быть? Понимаете? Для человечества невозможно понять это, тем более согласиться. И вот это может быть одна из самых важных тем в этой самой шестой главе. И, кстати, все последующие истории, оно тоже будет окрашивать эта мысль свободы совести. Никто не имеет права нарушать чужую свободу, хотя бы свободу совести. На самом деле по отношению ко всему остальному это тоже справедливо. теперь дальше, видите, говорится о том, что царь Дарий поднял Даниила изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И вот это еще одна важнейшая идея, по крайней мере, первой племени книг Даниила. Никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Вот что защищает людей, людей, живущих в условиях бесчеловечных царств, которые к тому же нередко специально антисемитские именно иудеев ненавидят. Ну, по каким-то историческим причинам, по большому счету, не так важно по каким. Да, и поэтому выживание это всегда проблема. И вот повреждения на Данииле никакого не оказалось, потому что он веровал в Бога своего. И это относится ко всем, кто верит Богу Даниила. Ну, и заканчивается, как и другие мидраши этой части книги. Все. Ну, тем, что автор счел бы хэппи-эндом. Для нас трудно считать это хэппи-эндом, но все-таки обвинители Даниила сами брошены в ров к львам. И там, значит, да, также дети и жены их еще не достигли дна льва, рва, как львы, сокрушили все кости. Ну, не слишком гуманно, но что сделаешь, царь, дарить, они такие. А царь велит, дается повеление, чтобы во всякой области царства трепетали и благоговели пред богом Даниила, потому что он есть бог живой и пресносущный. И царство несокрушимо, владычество бесконечно. Он бог настоящий, бог живой. Поэтому вот пусть трепещут и благоговеют. И царство его, и владычество его бесконечно. Вот снова здесь появляется прославление вечного несокрушимого бесконечного царства бога, которого в реальности нет. В реальности это царство Дариев и ему подобных. Но вот где-то в небе как точка отсчета существует это несокрушимое царство бога. и под не не дарит не Продолжение следует...